Итак, друзья, я продолжаю свое видео о подарочках. Сегодня я получила каталог. Это фирма, очень всем знакома. И пролистывала, что же за томаты нам предлагают. В первую очередь, мне здесь интересны гибриды. О гибридах, которые я, например, не могла где-то купить. Я нахожу их здесь всегда. И в этот раз, помните, я вам говорила о том, что пропали с нашего рынка сыр Элиан и еще несколько гибридов. И вот он вновь появляется, смотрите, сыр Элиан. Ну, из всего большого количества сортов, которые я просмотрела, на новинке могу остановиться под названием помидор Глитвейн. Ну, описательно, конечно, все заворожительно, сказочный и такой, и сякой, и розетки. И на фотографии меня немножко смущает то, что мякоть у него жидковатая. Ну, если бы я заказывала здесь томаты, то я бы вот этот помидорчик под названием Глитвейн прикупила бы. Ну, и название такое интересное все-таки. Ох, Глитвейн. Согревающий душу в теплые зимними вечерами. И хочу сказать о том, что я очень много помидоров здесь покупала, которые именно в этой фирме можно купить. И могу вам однозначно рекомендовать помидор Королевский пингвин. Он крупноплодный, малиновоплодный. Очень хороший, замечательный томат. Это из крупноплодных гигантских сердца. И остановлюсь, скорее всего, что еще на одном томате, который бы и хотела высадить в этом году. Он будет принимать участие в моей жеребьевке личной. Томат Титан. Титан есть томат красный и томат есть розовый. Вот. Могу вам, для любителей крупноплодных томатов, могу смело его рекомендовать. Его можно вырастить до полутора килограммов один помидор. Если будете нормировать кисти, то можно и еще больше удивить. Удивить и удивиться. Значит, продолжая смотреть этот каталог. Я обратила внимание еще на такой интересный помидор под названием Оли Лукойли, который мне сказочно напоминает Огненный Марцана. Ну, это просто один в один Огненный Марцана. Просто. Очень. Ну, эта фирма этим грешит. Они переиначивают известные сорта. Вот свои названия. Есть вот такой вот помидор мамотаровой формы. И у меня есть семена шоколадного такого томата. И я, скорее всего, буду тоже его разыгрывать в жеребьевке. Шоколадный Рикиута. У меня будет вот такой вот томат. Цены на новые томатики несколько ошеломляют. Но меня даже здесь не цена лимитирует, а просто мне не понравились, так сказать, эти помидоры. Это мелкоплодные. Они не особо в моем вкусе. Тем более мелкоплодные я уже для себя выбрала. Но, если кому-то интересна непосредственно моя рекомендация, чтобы я выбрала из томатов гибридов, которые здесь у нас позиционируются, розовую катю обязательно. Очень хороший томат для открытого грунта. И можно выращивать из цеплицы. Не трещит. У партнёра сумасшедшая цена на этот томат. Здесь всё адекватно. Дальше, дальше. Ну, каждый, наверное, для себя может полистать такой каталог. И вот выбрать для себя то, что он хочет. Но все гибриды, которые я выращивала, не покупая здесь, это было совершенно в другом месте. Я просто могу вам рекламировать по своему опыту, что я выращивала томат браун кой. Я выращивала томат карнабель. Очень красивый, прекрасный, закаточный. И для соков, для густых пюре. Да просто для еды пазана. Вот бонапарт. Я о нём недавно писала. И сейчас, если долистаю ещё до некоторых томатов, которые хотела с вами мыслью поделиться. Вот чудо-помидоры баланс и чудо-помидоры бальзам. Это коллекция мязиной. И бальзам, и баланс не имеют никакого отношения к маркировке F1. Это были нормальные абсолютно сортовые томаты. И об одном из них я вам даже рассказывала. Я выращивала и показывала, насколько он красивый. У него необычный цвет оранжевый. Такой красный, кирпичный оранжевый. В нашем классическом понимании. Очень интересный. Ну и вот к вопросу о гибридизации. Имеет отношение томат метелица. Но метелица это вообще уже бабушкин томат. И его почему-то делают F1. Сами понимаете, двигатель прогресса у нас... Вот ещё один томатик, который я могу вам рекомендовать. Здесь он Mars F1. Можно покупать обычный Mars и по другой совершенно цене без единицы. И на самом деле это очень достойный, холодостойкий такой томат, который можно выращивать. Вот на этом и, наверное, я обзор этой фирмы закончу. Если кому интересно, то можно полистать, посмотреть, повыбирать эти... Для себя выбрать какой-то, сделать определённый выбор. Ну, про свой я вам уже рассказала. И про гибриды, которые я выбрала на будущий год. И про те томаты, которые бы можно было вырастить. На этом с вами прощаюсь. Спасибо за то, что посмотрели меня, послушали. И всем хорошего выбора и в будущем прекрасного урожая.